Здравствуйте! Магнитогорская времечка начинает свою работу, как всегда, в прямом эфире. Обратите внимание, друзья, что телефон у нас сегодня изменился. 35 55 00. Через минуту, я думаю, примерно так начнем принимать ваши звонки. Вот о чем сегодня поговорим. Вновь в нашем эфире тема капитального ремонта. И в студии вновь уважаемый гость Валерий Леонидович Халезин. Он возглавляет местный отдел регионального оператора и сегодня будет отвечать на наши и на ваши вопросы. Друзья, здравствуйте, Валерий Леонидович. Добрый вечер. Ну, вот вопросы у нас такие, как бы от людей. Первый вопрос такой. В нашем доме на первом этаже несколько магазинов. Это случается довольно часто. Они тоже платят за капремонт или только мы, собственники квартир, спрашивают у нас? Ну, в данном случае, как говорит закон, платят все собственники в многоквартирном доме, всех помещений. Следовательно, и хозяева нежилых помещений платят точно так же, как обычные граждане, проживающие в квартирах. У них также они получают квитации, да, вот идут все там и по такому же тарифу. Тариф установлен единый. На сегодняшний день идет уже уточнение данных, потому что где-то неправильно были данные по собственникам. Ну, то есть, уточним для того, чтобы было больше порядка. Есть неплательщики среди юридических? Да, среди всех есть неплательщики, к сожалению. Хорошо, продолжим разговор после первого сюжета. Телезрителям предлагаем сегодня вам, друзья, ответить на вопрос, вновь платите ли вы за капитальный ремонт. И, возможно, вы захотите спросить о чем-то нашего гостя. Дозванивайтесь по телефону 35 55 00. Вот ряд домов в Ленинском районе, на капитальный ремонт которых были выделены средства по новой программе. Именно такие старые постройки первые в очереди на капитальную реконструкцию. На нее сами жители едва ли смогли бы собрать нужную семизначную сумму. Благодаря программе был проведен конкурс и определен подрядчик. По закону за ними должен быть строительный надзор. Контролирует работу управляющая компания ЖРЭУ-5. Здесь я проживаю 36 лет, в этом доме. И вот сделали нам, конечно, такую красоту. Навели косметический ремонт фасада. Но есть недоделки, которые у всех жителей нас беспокоят. Это как канализация, которая у нас капает. И впрямь, если ремонт капитальный, то он подразумевает не только реставрацию фасада и замену электрики, на что и были выделены миллион 250 тысяч рублей. А как же быть с остальными коммуникациями? С этим вопросом мы и обратились к специалистам регионального оператора. Невозможно. Представляете, сразу разломать канализацию, воду, электрику, фасад и крышу, потом еще в пундамент разломать и подвал. Это как? Нет, конечно. Все остальные ремонты тоже в следующие периоды запланированы. Это можно на сайте регионального оператора спокойно посмотреть. По каждому дому Челябинской области какой ремонт, на какой период запланирован. Если верить региональному оператору, то за пять лет эти дома должны быть полностью реконструированы. В этом году в Магнитогорске приступили к капитальному ремонту еще целого ряда домов. В 2015 году запланировано провести капитальные ремонты. За счет фонда капитального ремонта, сформированного региональным оператором, порядка 51 многоквартирного дома. На общую сумму 92 миллиона рублей. Также за счет фонда содействия реформированию будут проводиться капитальные ремонты на 15 многоквартирных домах. На общую сумму 17 миллионов рублей. Магнитогорское время в прямом эфире. Будем говорить сегодня о реализации программы капремонтов в Магнитогорске. В частности, о необходимости платить за капремонт. Сегодня в гостях Валерий Ильич Халезин, начальник местного отдела регионального оператора. И у вас, друзья, спрашиваем сегодня, платите ли вы за капремонт. До нас дозвонился Владимир Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Иванович, ну, вы сказали за эфиром, что несколько с иной проблемой вы нам позвонили. Но, тем не менее, давайте по теме программы. Платите ли вы за капремонт? За капремонт сейчас пока не платим. Потому что там слишком много неопределенностей. Каких, например, для вас неопределенностей есть? Когда мы поставим дом на ремонт, это наш конкретно, да? Вот мы, допустим, платим деньги в течение определенного времени. Собсоряется определенная сумма, так? А на дом уходит денег при капитальном ремонте, допустим, намного меньше. Так куда будут уходить остальные деньги? Мы когда задавали вопрос к оригинальному оператору, он ответил, на следующий капремонт, который будет известно когда еще. А у вас адрес какой, Владимир Иванович? Калмыково. Калмыково, а дом? Девять. Калмыково девять. Ну хорошо, спасибо вам за вопрос, Владимир Иванович. И так, Валерий Иванович, вот вопрос касается того, что вдруг меньше денег на капремонт уйдет, хотя... Меньше. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы у нас уходило денег меньше на капитальный ремонт, чем мы накопили. Но если взять конкретный дом, Калмыково девять, понятно, что в первом периоде этого дома нет. Это, скорее всего, уже более поздний период, скорее всего, второй, третий. Стоимость выполнения ремонтных работ по этому дому будет довольно прилична, потому что дом это все-таки девятиэтажный, насколько я помню. Там есть лифты, стоимость замены каждого из лифтов тоже довольно приличная сумма. Вот. Ну, в данном случае, что могу сказать? Деньги, на самом деле, накапливаются в котел. Мы поясняли собственникам, и с этого дома приходили, на самом деле, люди. Деньги идут в котел, еще от котла, из котла берутся и ремонтируются определенные дома. Если у собственников данного дома есть вопрос по поводу того, куда их деньги и какие-то сомнения, они могут провести собрание и выбрать другой способ формирования фонда капитального ремонта. И это будет специальный счет для их дома. Этот счет им может открыть как региональный оператор, персональный счет, так и их управляющая организация, что будет тоже довольно приемлемо. Поэтому никуда они не уйдут, они будут лежать именно на специальном блокированном счете и ждать своего времени по выполнению ремонта. Так, дальше идем. Где сейчас идут ремонты в Гденогорске? Сколько домов отремонтируют до конца 2015 года? Пусть прозвучат цифры уточненные, потому что в сюжете звучало порядка 51 дома. Там сумма 92 беременно называлась. Еще дополнительно из фонда содействия реформирования ЖКХ. Сколько вот? Ну, так оно и есть на сегодняшний день. То есть планировалось изначально 23 дома, это в рамках 185 федерального закона, это остатки федеральных денег. И 55 домов планировалось отремонтировать в рамках уже региональной программы. К сожалению, собственники в 4 домах подготовили протоколы отказа от выполнения ремонта и перенесли их на более позднее время. Ну, тоже, видно, были какие-то сомнения. К сожалению, мы не смогли им все-таки донести, что это необходимая и нужная вещь. То есть они вполне имели право, у них была нормальная собираемость на доме, и они... Понимаете, если мы находимся в котле, то здесь первым документом является именно протокол собственников, даже несобираемость. Собираемость, ее можно подправить все, но сначала нужно было принять решение именно общим собранием. А отказались люди? По тем или иным причинам. Но на сегодня 51 дом по региональной программе, 23 дома в рамках федерального закона 185-го. Итого 74 дома. Ремонты, мы видим, идут. До конца года будут ли завершены работы? Не по всем адресам завершены. Понимаете, в данном случае, если брать региональную программу, капитальный ремонт в рамках 185-го федерального закона, это до конца года, региональная программа, она не имеет такой четкой границы, что 30 декабря все должно было выполнить и уйти. Нет, часть работы их же можно выполнять круглый год. Поэтому здесь лучше не гнаться за теми жесткими сроками. Пусть это будет закончено в январе, но будет выполнено качество и все грамотно. Еще вопрос. Почему в новостройке жильцы должны платить взносы на проведение капремонта, если дом совсем новый, ремонт не требуется, дом только что сдан, есть гарантия от застройщика на 5 лет по устранению недоделок, и зачем перечислять деньги на капремонт? Ну, данная норма права на самом деле действует еще на территории Челябинской области и может быть рассмотрена уже правительством Челябинской области. Если будет принят поправки к закону областному и внесен такой мораторий, значит он будет действовать. Это все в перспективе. Я живу в муниципальной квартире, задают вопрос ответить, кто должен оплачивать взносы на капремонт, если мне пришла квитанция, видимо так бывает, оплачивать мне ее или нет. На самом деле такое тоже бывает, и довольно часто мы видим это у себя в офисе, к нам люди приходят с этим вопросом. Ну, начнем по порядку. Первое. Платит за капитальный ремонт собственник. В данном случае, если квартира не приватизирована, собственником является администрация города Магнитогорска. Следовательно, эта администрация оплачивает за капитальный ремонт. Если же собственник вдруг оплатил, такие тоже случаи есть, квартира муниципальная, квитанция пришла, но люди сознательные пошли оплатили. Лучше всего с документами, со всеми прийти к нам на труда 17-2, 101 кабинет, мы скажем, как правильно оформить возврат денежных средств. Если продолжают приходить квитанции, точно так же у нас в офисе специалисты помогут оформить все документы для того, чтобы квитанции уже приходили истинному собственнику. Хорошо. Для каких категорий граждан-собственников действуют льготы при оплате взрослых на капитальный ремонт? Данный вопрос лучше всего адресовать все-таки Управлению социальной защиты, это их немножечко направление. Я уже говорил, повторюсь, наверное, в который раз, не сможем мы проконсультировать именно с этим вопросом. Есть Управление социальной защиты населения, все-таки туда лучше адресовать этот вопрос. Например, дом стоит в плане на капремонт в 2016 году, указан ремонт подвала, инженеры к сети и водоотведения, нам нужно срочно крышу отремонтировать. Можно ли изменить вид работ и как это сделать? Возможно, замена при условии, если ремонт кровли стоит также в первом периоде. Я уже говорил, помните наверняка, что программа у нас разбита на шестилетки. Вот есть первый период, первые шесть лет. Какие виды работ прописаны в первый период, только их мы можем выполнить в эти первые шесть лет. И отказаться от части могут только в рамках этих вопросов? Можно вот от этих работ. Это тоже собрание собственников жилья? Да, через собрание собственников. То есть это высший орган, который принимает решение. Если ремонт кровли, как вот здесь, например, в этом вопросе сказано, также находится в первом периоде, проводится собрание, эти работы передвигаются на более поздний период и выполняется капитальный ремонт кровли. Хорошо, друзья, напоминаю, сегодня мы ждем от вас звонков с ответом на вопрос, вы платите за капремонт, задавайте свои вопросы Валерию Леонидовичу. 35 55 5 2 0, во времечко следующего сюжета звоните. Ежемесячно 8 7 34, а с 1 января 11 93 17 вплоть до 1 января 15. А с 1 января 15 они нам увеличили 191 51. Нина Дмитриевна наглядно демонстрирует, как менялся тариф за капремонт последние 5 лет. Но самое большое удивление у женщины вызвали появившиеся в марте этого года новые квитанции с той же графой, но суммой в два раза больше. Почему, когда не было закона федерального, как сегодня есть, за нас собирали за капремонт? Два месяца собственница оплачивала капремонт дважды оригинальному оператору и управляющей компании. Добиться перерасчета пенсионерке так и не удалось. Поэтому Нина Дмитриевна решила не оплачивать эту услугу вовсе. Пока нет, потому что наша дума всегда примет закон, потом, как говорится, одумается и принимает разные поправки. Вот я жду осеннюю сессию, они начали работать. Может какие-то будут поправки, изменения. Но если нет, подчинюсь закону Российской Федерации. То, что вводится и говорят нам через 20 лет будет или через 10, мы знаем, как это бывает. Я прожила достаточно долго. В доме номер 3 по улице Строителей в должниках за капремонт числятся почти все собственники. Дружные соседи-пенсионеры единодужно выступили против оплаты новой квитанции. Нам по 80 лет. Нам осталось жить, мы инвалиды тем более. И с нас капремонт, когда на лекарства не хватает денег. Мне уже 85 лет. Я еле хожу. Ни сегодня, ни завтра. Чего я буду платить? Переживают пенсионеры лишь заодно. Должникам за капремонт грозятся не начислять субсидии. А потому напуганные бабушки на всякий случай деньги все же откладывают. Вот я получу пенсию, отложу в эту квитанцию. И уже 1600 наложила. Чиновники заявляют, в Магнитогорске зафиксирована положительная динамика по оплате капремонтов. Но активность горожан все равно явно недостаточно. Если сравнить два месяца, это август и сентябрь и одинаковые периоды с 1 по 26. В Магнитогорске было собрано за августовский период 30% от начисленной суммы. А в сентябре 36% от начисленной суммы. Видим, что мы здесь приросли на 6%. С начала сентября оплатить капремонт можно без комиссии во всех кассах ЕРКЦ. И это, отмечают специалисты, сыграло свою положительную роль. За полмесяца июля платежей было у нас порядка 7 тысяч. В августе платежей уже было за взносом за капремонт порядка 12,5 тысяч. И в сентябре на текущую дату, на 25 число, у нас уже 14 700 платежей. Ну, потихонечку-потихонечку набирает обороты, собираемость за капремонт, да? Слышали мы об этом. Виктор до нас дозвонился, вопрос у него есть к вам, Валерий Леонидович. Виктор, здравствуйте. 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 Ну, задавайте свой вопрос, пожалуйста. Ну, вот, значит, такая проблема. Я купил квартиру, она была на соседей. Вот. Сейчас идут, как бы, квитанции по капремонту. Там задолженность уже 2,5 тысячи, что-то непонятно. Как мне с этой ситуацией справиться? Ну, вот, спасибо, Виктор, за вопрос ваш. Да, на самом деле существует, опять-таки, такая проблема. Изначально, когда вступил в силу новый закон изменения в жилищный кодекс, там было четко прописано, что платеж привязан не к конкретной фамилии собственника, а именно к помещению в многоквартирном доме, то есть к квартире. И, если помните, в прошлой передаче, вот, когда приглашали, я также заострял на этом внимание, вопрос подобный был. Вот. Я говорил, что, обращайте внимание, платеж привязан к помещению. То есть мы приобретаем квартиру, мы ее приобретаем в том состоянии, в котором она есть, и с теми накоплениями, которые есть на сегодняшний день. То есть надо уточнять при покупке, да, надо уточнять, ну, наверное, у вас, где... Очень, да, точно так же можно приехать уточнить у нас на сегодняшний день, мы подготовили письма уже и в регистрационную палату объявления, чтобы разместили, вот, с данными вопросами. Поэтому, ну, надо следить сейчас за этим. Есть такой вопрос еще у нас. Если фонд региональный оператор обанкротится, получается, что мы будем платить впустую? Ответ на этот вопрос мы услышим после короткой рекламной паузы. Я напоминаю, друзья, мы спрашиваем сегодня у вас, платите ли вы за капремонт 35 55 00. Звоните. Магнитогорская речка продолжает свою работу в прямом эфире. В гостях у нас Валерий Халезин, начальник местного отдела регионального оператора. Телефон студии 35 55 00. Обращаю ваше внимание. Николай Иванович дозвонился до нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Иванович, ну вы платите за капремонт? Да, платим. Отлично. А вопрос у вас какой? Прошла информация, что вышел указ президента о изменениях к оплате капитальному ремонту. 176 закон. Объясните, какая суть его, и вы в курсе дела об этом? Должны быть в курсе. Почему не говорите людям? Ну, вы услышали вопрос. Ну, конечно. Но говорится не про указ. Это 176 федеральный закон о внесении изменений в жилищный кодекс. Там есть ряд изменений, которые касаются и работы регионального оператора, и работы управляющих организаций. Но одно из основных изменений, которое было, мы об этом тоже уже, по-моему, говорили, это данным федеральным законом упразднено такое понятие, как договор формирования фонда капитального ремонта, который мы изначально планировали заключить с каждым из собственников. То есть, было принято решение об упразднении данного понятия, и теперь не требуется договор для того, чтобы, скажем так, мы оплачивали капитальный ремонт. То есть, еще раз получается, да, повторяемся, что, по сути, выставление вот этих квитанций, ну, а первая квитанция была, кстати, и с договором, наоборот. Да, да, с вашей стороны. Там был другой руководитель указан, там были вопросы у людей в связи с этим, да, что это такое... Качество печати мелко не видно. Да, мелко договор такой приходит, руководителя снимают, то есть, но, тем не менее, сам факт выставления вот этой квитанции, то есть, со своей стороны региональный оператор обязанность свою выполнил. Выполнил, уведомил всех собственников, но в дальнейшем, чтобы не было вот этой неразберихи и беготни с договором, потому что это же надо подписать, отдать его на подпись региональному оператору, потом он должен приехать с Челябинска на каждую территорию, я говорю не только про Магнитогорск, вот, и это же не только в Челябинской области, и, посмотрев на это, было принято решение, что, да, наверное, в данном случае будет более правильно внести соответствующие изменения. Решение было принято на самом верху. Да, федеральный закон. Да, и так, сейчас мы узнаем, считает ли Валерий Леонидович опасения собственников напрасными. Вопрос до рекламы задал следующий. Если фонд, региональный оператор обанкротится, получается, что мы будем платить впустую? Ну, нет, впустую платить не будем. Во-первых... А обанкротиться может? Да не может фонд обанкротиться как таковой. В любом случае гарантом у нас выступает правительство Челябинской области. Давайте все-таки начнем с этого. Учредителем является правительство Челябинской области, а следовательно... Ну, это какая-то стабильность, это какие-то гарантии. Дальше идем, задает вопрос телезрительница. Я пенсионерка, плачу за капремонт регулярно, ну вот, как Николай Иванович тоже, да? А мои соседи, неблагополучная семья, не платят. Значит ли это, что капитальный ремонт будет проводиться только за счет ответственных собственников? И мы будем плодить за соседей? Ну, на первом этапе это на самом деле кажется так. Но это только видимость. Постепенно будет вестись претензионная работа. На сегодняшний день первые уже, скажем так, заявления в суды есть. То есть будут приниматься меры к неплательщикам. Так или иначе будет взыскиваться сумма и с задолженников. Конечно. Ну, я знаю, что есть уже такая сейчас практика. То есть у вас уже три претензии, да? Да, три претензии уже направлены, да. Поэтому будем смотреть. В дальнейшем, если будет интересно, будем рассказывать о том, как проходит претензионная работа. Нашему деревянному дому 40 лет. Степень износа определена как 63%. Он вошел в программу капремонта. Но в следующем году его могут признать ветхоаварийным. Куда денутся наши взносы на капремонт? Взносы никуда не денутся. Во-первых, будет ли он признан или не будет? Непонятно. Потому что процент износа и состояние, это тоже бывают разные понятия. Но в дальнейшем, если дом будет признан ветхоаварийным, то деньги пойдут на все процедуры, связанные с признанием этого дома ветхоаварийным. Либо процедуры по сносу данного дома, для того, чтобы жители потом уже получили нормальное жилье. Ну вот в частности, да, нам позвонила собственница Кирова 115, она проживает. И я вам до эфира звонил сегодня днем, чтобы вы уточнили информацию. Потому что она говорит, дом-то ну старенький реально, и не признан ветхоаварийным. В связи с этим люди не понимают, что им дальше делать, как им поступить. Ну на сегодняшний день этот дом на самом деле находится в региональной программе. В первом периоде. Все виды работ по нему попадают именно на первый период. Что делать? Ну здесь желание собственников. Либо на самом деле оплачивать и все-таки участвовать в программе в региональной капитальной ремонте. Ну, говорят люди там в кошмарном состоянии дом. То есть, я не знаю, но говорят так. Либо в установленном порядке надо признавать его ветхоаварийным. Для этого заключение нужно специализированной организации, то есть заключают договор. Собственники находят организацию. Которая имеет право провести обследование дома и выдать заключение. И дальше готовят пакет документов для рассмотрения межведомственной комиссии, которая признает дом аварийным или не признает аварийным. Еще вновь вопрос звучит. Как узнать, когда отремонтируют мой дом, а как определялся порядок проведения ремонтов? Ну, начну со второго вопроса. Сразу ответ на второй вопрос. После того, как была составлена, наполнена вся база, автоматически программа выдала очередность домов на выполнение капитального ремонта. Очередность получилась, исходя из того, в каком техническом состоянии находился дом, когда была приватизация первого жилого помещения, то есть от целого ряда факторов это зависело. Как узнать, где находится дом, в каком периоде, на какой год и какие виды работ, это можно обратившись к нам, опять же, в территориальный отдел, на труда 17-2, либо по телефонам 510507 и 510508, либо можно зайти на сайт регионального оператора, фондкапремонт74.ру, и справа будет окошечко региональная программа. Заходим туда, прописываем адрес своего дома, и он нам выдает информацию. Но проще все-таки обратиться к специалистам магнитогорского отдела. У нас еще вопрос есть, но вы на него уже ответили. Какую гарантию дает фонд, что собранные собственников деньги никуда не пропадут, или не будут направлены не по назначению? Ну, опять-таки, фонд открывает счет, это все-таки блокированные счета, и деньги с этих счетов направляются только на работы капитального характера. То есть их нельзя просто так никуда снять, никуда направить. А направляются не только после того, как будет представлен пакет документов, необходимый, подтверждающий о том, что работы выполнялись. У нас есть еще несколько вопросов к нашему гостю, уважаемому. Пока отвлечемся от темы программы, и вернемся к проблеме, обозначенной нами в начале сентября. Здесь была детская площадка. Здесь не только наш дом, приходили дети и все. Даже люди ходили мимо, заходят здесь на площадке. Дети в песочнице, качели тут у нас все были. Все это было еще в прошлом году. А нынешним летом детям, которых, по словам Виктора Григорьевича, в окрестных домах очень много, играть было негде. Эта картина началась в 2014 году. Администрации сказали, что это уже давно арендовано. Земля, что здесь будет строиться офис, аптека. Под занавес 2014 года тут все раскопали, поставили опалубку, стали заливать фундамент. По словам Виктора Григорьевича, в феврале 2015-го рабочих как ветром сдуло. И в марте лишь присутствие сторожа говорило о том, что этот объект кому-то нужен. Они будку этого вывезли, сняли изгородь. Пошел их депутат, пожаловался. Вот так и так. Дети же, там же арматура кругом торчит. Дети гулят. Местные жители всерьез обеспокоены. Заброшенная стройка с огромными прорехами в ограждении – прямая угроза здоровью и жизни детей. В начале сентября в городской администрации пообещали разобраться с застройщиком. На сегодняшний момент мы в рамках объезда строительных площадок тоже эта стройплощадка попала. Обратили на нее внимание, что там частично ограждение у нее обвалилось. Выдали предписание застройщику. Он в настоящий момент это устраняет. В 20-х числах у нас будет массовая проверка. Вот эти все стройплощадки. С числа 24-25-го мы должны проехать, все это посмотреть в выполнении. Если не будет выполнено это наше указание, там можно только к административной ответственности рассмотреть вопрос, чтобы его привлечь. Сегодня мы созвонились с человеком, забившим тревогу, Виктором Григорьевичем Романовым. И вот что он нам рассказал. Вообще половины ограждения уже нету. И вообще никто не следит за ним, ничего. И нужно убрать бы, к чертой мать, обратно в сторону детской городу сделать. Что-то за благоустройство города. Получается, что никто не приезжал в пятницу, ни комиссии, ничего. Нет, нет, тут еще больше разгородили. Вообще никакого результата. Ну вот так, никакого ограждения не сделали там. Времечка покажет, будут ли наказывать застройщика. О судьбе снесенной детской площадки мы обязательно расскажем позже. Могу только сказать, что в ближайшее время нам обещали, что в середине октября она будет оборудована в этом микрорайоне, в другом только дворе. Продолжаем программу. Ну, в общем-то, даже уже подходим мы к концу. И последний вопрос к Валерию Леонидовичу. Если я продам квартиру, взносы на капремонт мне вернут? Нет. Ответ короткий. Теперь скажу, почему. Это точно так же, как человек купил квартиру, а взносов на капремонт не было. Он купил ее с долгами. Поэтому взносы на капитальный ремонт, я хочу именно поправить, что именно на капитальный ремонт, на будущее, они остаются именно с этой квартирой. Понятно, потому что они привязаны к адресу квартиры. Следующая программа истекает. Напоминаю, в гостях у нас был Валерий Леонидович Холезин, начальник местного отдела регионального оператора. Спасибо вам за ваши ответы. В третий раз вы у нас были. Будете наверняка еще... Собольствую вы в четвертый. Да, мы благодарим всех, кто у нас дозвонился. Платить или не платить за капремонт решать вам, друзья. Но закон никто отменять, похоже, не собирается. Увидимся в среду. Всего вам доброго. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин